Для того, чтобы осознать беспросветность альтернативного будущего, стоит обратиться к прошлому. Сегодня речь пойдет не о знаменитом поваре из Бургундии, а лишь отчасти об австрийском художнике. Сегодня мы перенесемся в городок Германии, третий по величине город в земле Баден-Вютенберг, центр двух с половиной миллионной агломерации. Именно здесь 19 марта 1905 года родился, ни много ни мало, архитектор целого рейха. В 1918 году семья переезжает в Гайдельберг, поселяется на просторной вилле из 15 комнат, которую отец построил в качестве инвестиций и летнего дома. Причиной переезда становится земельный участок размером 30 тысяч квадратных метров, на котором в период острой нехватки продуктов питания можно было выращивать овощи. Шпиер продолжает обучение в местном высшем реальном училище, ныне гимназия имени Генгольца. Весной 1922 года он знакомится со своей будущей женой Маргарет Вебер и в 1923-м по настоянию отца поступает на архитектурный факультет Карпс-Руэ. Но вскоре неокрепший ум юного архитектора одолевает сомнения. В одном из писем своей жене Шпиер жалуется на скучных профессоров, глупые занятия и ужасно провинциальный город. Весной 1924 года он переводится в Мюнхенскую высшую техническую школу. Здесь он встретил учителей, у которых, как он впоследствии писал своим детям, учеба доставляла удовольствие. Там же его ждет одно из важнейших знакомств его жизни. Рудольф Вольтерс, немецкий архитектор, основной разработчик Шпиеровского плана перестройки Берлина, председатель нацистской архитектуры. Именно благодаря этому человеку мы столь многое знаем непосредственно о самом Шпиере. Он поддерживал его даже когда тот отбывал 20-летний срок заключения по приговору Нюнбергского трибунала, организовал нелегальную передачу на волю мемуаров архитектора, которые тот в нарушение правил писал в тюрьме. И он же хранил их до самого освобождения Шпиера в 1966 году. Благодаря этому Шпиер смог опубликовать свои воспоминания, пользующиеся большим успехом. Кстати, у господина Вольтерса был довольно большой опыт общения с Советским Союзом. Он даже написал книгу «Специалист в Сибири», в которой описывал жизнь в СССР. Ведь именно он совместно с другими видными советскими деятелями спроектировал поселок железнодорожников на станции Инская и комплекс зданий Института военных инженеров транспорта. Но пока что не будем забегать вперед. 4 декабря 30-го года Гитлер выступает с речью перед берлинскими студентами, профессорами и преподавателями. Эта речь произвела на Шпиера, как он писал в своих мемуарах «Неизгладимое впечатление». Причем еще этой весной он стал руководителем национал-социалистического автомобильного корпуса в берлинском районе Ванзе. В марте следующего года Шпиер был принят в национал-социалистическую немецкую рабочую партию. Его карьера стремительно пошла вверх. В 1933 году по заданию Геббельса он перестраивает здание Министерства пропаганды, знакомится с Гитлером, который, обратив внимание на его организационный талант, назначает его техническим ассистентом своего любимого архитектора Пауля Людвига Троста. Он поручает ему перестройку рейхсканцелярии. Шпиер очень быстро входит в ближайший круг фюрера. В этом же году он участвует в оформлении первомайской демонстрации партии в Темпельхофе и партийного съезда НСДАП в Нюрнберге, использовав красные полотнища и фигуру орла с размахом крыльев 30 метров. Грандиозное шествие на открытии съезда запечатлела Ленни Рефенштейль в своей документально-постановочной ленте Победа Веры. В 34-м году старина Людвиг погибает и Шпиер становится главным архитектором. Начинается его длинный путь длиной в 2,5 года до министра вооружения. На обоих постах архитектор рейха трудился, не покладая рук, за что завоевал любовь и уважение товарищей. Собственно, даже когда громадная подводная лодка под названием Третий Рейх пошла ко дну, многие видели Шпиера непосредственным преемником Адольфа Гитлера. Но давайте посмотрим, что ждало бы нас в недалеком будущем после Победы Рейха во Второй Мировой Войне, если бы это, конечно же, случилось. Уже сейчас Бургундия под руководством Кулинара, не нуждающегося в представлении, испытывает ядерную бомбу. В немецких колониях на Мадагаскэре начинается военный переворот, который, как мы надеемся, в ближайшем обозримом будущем будет подавлен. Нам удалось прорвать вражескую линию обороны и двинуться на юг. Пока все выглядит как успешная, но очень дорогостоящая кампания. Ситуация внутри Рейха дестабилизирована. Предполагаемые преемники фюрера готовы начать грызенью за будущее страны. Тем не менее, у нас еще есть несколько месяцев для того, чтобы начать последние приготовления. Каким-то образом Шпиру удалось найти рычаг давления на СС. Но этого оказывается недостаточным для того, чтобы предотвратить неизбежное. Хорошие новости. Нам удалось сохранить контроль над Мадагаскаром. Однако лишь время покажет, были ли столь массовые человеческие жертвы не напрасными. В то же время дивизии СС продолжают вызывать опасения. В данный момент архитектор Рейха не в состоянии изолировать их. Однако он может существенно сократить их сферу влияния. Часики тикают, но нам было бы неплохо сохранить контроль над Богемией. Очень хорошо, что нам удалось добиться сокращения военных расходов. Есть некоторые предположения касательно того, что наши позиции в гражданской войне будут куда более прочными. Да и подконтрольные нам территории находятся в гораздо более выгодном положении. Похороны фюрера это последнее место, где четыре предполагаемых будущих лидера Рейха соберутся вместе. Часть наших вооруженных сил были замечены за странными маневрами. Судя по всему, Борман готов сделать свой ход. Гейдрих и Шпиер не собираются отставать. За какие-то жалкие несколько десятков часов страна погружается в хаос. О да, это отнюдь не учебная тревога. Крови будет много. Германия погружается в агонию и хаос. Будучи не только архитектором, но и винным военным министром, Шпиер смог выстроить довольно грамотную логистику. Нам удалось выстроить неплохие оборонительные редуты. Однако, начать наступление на север нужно как можно быстрее. Да и Гамбург необходимо удерживать любой ценой. Тяжелые бои за Люксембург закончились 8 ноября. Нашим войскам удалось захрипиться в городе. Следующей нашей задачей становится ликвидация вражеских подразделений вдоль реки. Это наиболее выгодные позиции, взяв которые мы сможем передохнуть какое-то время, нагладить качественную оборону и наконец-то сосредоточиться на севере. Первый контекст противника прошел успешно. Пришла пора начинать позиционную войну. Следующей остановкой становится Штрасбург. Если нам удастся занять его, мы существенно склоним чашу весов в нашу пользу. Старина Карл нежданно-негаданно устраивает переворот в Крыму. Но для нас эта небольшая нестабильность не имеет значения. Вот он день первого, но далеко не последнего триумфа. Пока наши войска на севере занимали киль, ослабляя оборону неприятеля, отрезая их от границ с Данией, нам удалось взять Штрасбург. Самое время продолжить наше эффективное северное наступление. В коротчайшие сроки мы берем Росток, и это жизненно важная артерия, которая позволит нам планировать дальнейшие операции в регионе. Богемия объявляет о полной поддержке нашего режима, и это не самые лучшие новости на повестке дня. Основная проблема состоит в том, что мы не сможем пробиться к ним с малыми потерями. Однако, Богемия становится тем самым отвлекающим маневром, который позволит нашим подразделениям двигаться наиболее свободно. На юго-западе идут тяжелые бои за узел снабжения, в то время как в центральную часть линии фронта идет активная переброска подкреплений. К сожалению, у нас закончилась нефть, и дальше придется действовать по старинке. Старая добрая МП-5 и саперная лопатка сыграют решающую роль во взятии Мюнхена. Параллельно из цепких лап врага Шпиер планирует вырвать Нюрнберг. Но и эта победа меркнет на фоне других, ведь наши войска уже сейчас смогли выйти на оперативный простор и продвигаются по империи Геринга и Бормана. Мы должны дальше усиливать натиск, ведь Мюнхен находится на расстоянии буквально вытянутой руки. Сейчас нашим войскам нужно сделать еще один важный рывок. Мы начинаем закупку сырья у недружественных стран. Однако, у нас просто нет другого выхода. Нужно закончить эту войну как можно быстрее. На это брошены все ресурсы. Каждый верный Шпиеру человек сейчас находится на линии фронта или планирует дальнейшие операции. Рейх потерял огромное количество колоний в результате этой гражданской войны, и рано или поздно он захочет вернуть утраченное. Однако окружающие нас демократические режимы уже делят сферы влияния. Сферы нашего влияния. Под нашим контролем уже сейчас находится большая часть ресурсов Рейха. Практически вся энергетическая и атомная промышленность работает на нас. Наконец, после нескольких десятков дней осады, Мюнхен был взят. Безусловно, это выдающаяся победа. Дальнейшее сопротивление практически бессмысленно. Со дня на день вражеская армия будет разделена и уничтожена. И ты туда же Брут, то есть Шпиер. Хотя, судя по всему, ему действительно повезло куда больше, чем Бруту. Он нашел истину, и теперь ему все дозволено. Однако, по своей природе, Шпиер не является однозначным злодеем. Не поймите меня превратно, ведь это действительно единственный человек, который полностью признал свою вину на Нюнбергском Тримудале. К нему можно относиться по-разному. Его мотивы в достаточной степени не изучены. Мы знаем о том, что он рукоплескал вождю и в целом поддерживал режим. Но хотел ли он, чтобы Рейх становился аппаратом полного подавления? Или, как и все безумные гении прошлого, он мечтал лишь о величии своего собственного государства и наследия? Пожалуй, его мемуары способны пролить свет на многое. Но что хотел на самом деле показать нам Шпиер? Вопросов, как всегда, гораздо больше, чем ответу. Однако, целостность Германии восстановлена, и у него определенно есть планы по реконструкции нового Рейха. Что бы ни случилось дальше, 18 февраля 54-го года Шпиер триумфально входит в Рейхстаг. Шпайдель сдается, но он объявляет о своей капитуляции. Ну а мы вместе с вами должны решить, какой же все-таки путь выберет новая Германия. В какую сторону качнется маятник пропаганды на этот раз? В любом случае, старый архитектор захочет определенных реформ, но смогут ли реформисты прочно укорениться в стране? Или же Шпиер выберет более консервативный путь? Но, как всегда, будущее призрачное, ведь есть и третий вариант развития истории. Возможно, Шпиер сможет балансировать этой лодкой на грани потопа. Разумеется, это чревато нестабильностью, возможно, даже будущей гражданской войной. Однако, что теряет и без того обескровленная Германия? И каковой может быть награда, если на карту поставлено всё? Сегодня я предлагаю вам проголосовать за будущее новой Германии у нас в Телеграме по ссылке в описании. Также у нас есть группа ВКонтакте и ТТВ, если вы интересуетесь стримами. В ближайшее время на ТТВ мы планируем поиграть в Axion, RimWorld и другие игры, которые будут выходить в этом году. Также у меня есть идея по проведению стримов в таких модах, как я, Фолтворблюз и менее популярных, но всё-таки таких родных и горячо любимых проектах. И да, именно в Телеге вы можете также предлагать свои идеи, равно как и в нашем ламповом Дискорде. Как всегда, я благодарю всех и каждого за просмотр, комментарии и царские лукасы ещё сильнее мотивируют нас двигаться дальше, к заветному рубежу в 15 тысяч штыков. Всех обнял, до новых встреч, пока, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok